Посмотрев это видео, друзья, вы узнаете ТОП-3 места, которые стоит посетить в Гонконге, где покушать в Гонконге, где остановиться в Гонконге и самое главное, чем этот город отличается от остальных городов мира. Young Business Club в Молдове. В прошлом году мы решили, что наша цель открыть 300 кофеин до 2021 года. У нас есть ежегодная встреча с президентом страны, ежегодная встреча с премьер-министром. С первым лицом страны пообщаться, это очень сильно. Начать кампанию можно онлайн, 18 минут займет времени. Друзья, первое, что стоит сделать, прилетев в Гонконг, это прогуляться по старой ваню, где мы сейчас находимся, увидеть залив Виктория и вид на эти 400 небоскребов, которых больше, чем даже в самом Нью-Йорке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второе, что мне понравилось больше всего, это как я катаюсь на двухэтажном трамвае, увидел Гонконг. Главное, когда будете кататься, будьте аккуратны на втором этаже, потому что мне чуть не пришибло голову. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы очень красивый. Если хотите, я тебе отправлю на Фейсбуке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дал ему денег, которых он не взял, но остановил мой трамвай, я прибежал к ней, сейчас так уже здесь. Это что-то нереальное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И третье место, которое стоит посетить обязательно в Гонконге, это Виктория Пик, где мы сейчас находимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я впервые поднялся на нее, то я увидел город с высоты птичьего полета, и я почувствовал этот город. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда Гонконг был колонией, здесь жили богатые китайцы и англичане, которые управляют городом. И представьте себе, их носили на носилках сюда на город. Тогда еще не было эскалаторов, которые ездят сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас недвижимость на Виктории Пик стоит около 100 тысяч долларов в метр квадратный. Это самая дорогая недвижимость на планете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, рекомендую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда пойти покушать в Гонконге? Мой друг, который живет здесь семь лет, порекомендовал ресторан Буба Гамп. И первое блюдо, которое вам стоит здесь попробовать, это Сифуд Фис. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где жить в Гонконге? Ответ в районе Чанкин Мэншин. Знакомьтесь, это Дима, мой хороший знакомый, который здесь живет. Во-первых, здесь жить почти бесплатно, это 200 гонконгских долларов. Во-вторых, даже если вы на Букинге или Airbnb не забронировали, вы просто приезжаете на станцию Цим Шацун, оставлю ссылки под видео, и десятки индусов будут просто просить вас, чтобы вы в них остановились. И в Лондоне, и даже в Хонг-Конг. Я очень рада вам показать вам, Андрей. Я люблю Хонг-Конг, потому что это город с огромной возможностями и возможностями. Это не важно, что ваша background, что важно, что вы делаете, чтобы достигнуть ваш мечты. И я люблю Украинские люди. Они так смешные, и очень приятные, и очень приятные. И очень приятные, и очень приятные, и очень приятные. Какие здесь деньги, и какие они основные ошибки сделали на пути своего становления. Мы пришли в гости к владельцу сети кофеен Тукана. Более 4 миллионов долларов оборот, 16 кофеен по всему миру. Он поделится с нами топ-3 ошибок, которые он сделал при открытии кофеен. Он нас уже ждет, друзья. Здравствуйте, Владислав. Привет. Скажи, пожалуйста, как пришла идея Тукана, и почему Тукана? Я всегда любил бизнес с душой. Здесь очень много возможностей автореализации, креатива, и очень много работы с ребятами. И поэтому Тукана то место, где мы вот все это творим. И я надеюсь, у нас это хорошо получается. У вас это очень хорошо получается, исходя из отзывов, которые мы собирали по Кишиневу. Здесь постоянно много людей. Как ты думаешь, почему люди приходят сюда? Потому что мы такие, мы такие открытые, мы всегда, ну, как бы делаем настроение людям. Почему ты работаешь в Туканах? Из-за команды. Здесь я чувствую себя как в семье, как в доме. Поделись, пожалуйста, топ-3 ошибками, которые сделали тебя сильнее, Услан. Я очень много ошибок делал. Я думаю, что это нормально, абсолютно, и буду их делать. Главное, чтобы я на них учился. Одной из главных ошибок было то, что я не понимал слабые и сильные стороны ребят, с которыми я работаю. Вот конкретно, был у меня очень сильный, близкий человек, который очень был хорош в развитии, в общении. Но я ему дал на определенном этапе проект, целый стартап, где нужно было очень системно подходить и быть сильным операционным менеджером. И, соответственно, проект не получился. Поделись, пожалуйста, второй ошибкой, которая сделала тебя сильнее. В прошлом году мы решили, что наша цель – открыть 300 кофеен до 2021 года. То есть это за очень короткий период. Но когда мы начали активно работать в этом направлении, мы поняли, что у нас еще фундамент плохо стоит. И определили, что нужно доработать концепт, бизнес-процессы, логистику. Поделись ты этой ошибкой, которая сделала тебя сильнее. Я брал в команду людей, которые не соответствуют по ценностям нам. Я пригласил в компанию топ-менеджера, который был очень крут как профессионал, но он не жил ценностями компании. Он их не понимал и вообще не понимал, зачем все это. И мой урок – это брать людей в функции не топ-менеджмента, а middle-менеджмента. Чтобы они имели возможность впитать культуру компании и чтобы они росли вместе с ней. И только после этого этот человек может быть идти дальше и занимать уже самые важные функции в компании. Только так. Скажи, пожалуйста, ну искренне, почему ты работаешь здесь? Посмотри, я начал работать где-то 5-6 лет назад здесь. Начал официантом. Почему я работаю еще здесь? Это потому, что компания позволяет расти. Потом я перешел в постбориста. И мне предоставили шанс стать капитаном в одном из заведений. И сейчас я здесь. Со своей стороны, как посетитель, я рекомендую зайти в Тукана Кофе, чтобы выпить один из самых вкусных кофе, который есть в Кишиневе. Спасибо тебе, дружище. Где позавтракать в Таллине, Эстония? Сеть кафе Мадемузель, 4 кафе. Рекомендую по двум причинам. Первое. Я сам здесь завтракал и знаю, что здесь вкусно. А второе. Сегодня познакомился с собственником Михаилом. И я понял, что у этого человека первые люди, клиенты, а потом уже деньги. Он учился в швейцарской школе отельного бизнеса и ресторанного. И он это знает не на словах. Он сам поднимался шаг за шагом. Пойдемте узнаем ее идею, как это все начиналось. Мне было вот почти 30 лет. Мы открыли одно кафе. Это кафе Мадемуазель. И мне всегда казалось, что это может быть значительно больше, чем вот маленькое кафе в гостинице. Пятый этаж, он был совершенно мертвый в стокме. Там было какое-то буфе, туда никто никогда не ходил. Я сумел договориться на очень хорошие условия. И по аренде. И так как я был последним, кто подписывал договор, я сказал, я не подпишу, если вы мне не разрешите свое лого повесить на главный фасад здания. Так как у нас был теоретически возможный получить доступ к крыше, я сказал, давайте записим в контракт, что будет терраса. И пятый этаж начал работать так, как никто не ожидал. Сколько стоило открыть первое кафе? Первое кафе стоило около 100 тысяч евро. Сколько сейчас кафе есть, Мадемуазель? Сейчас кафе Мадемуазель 4. Но буквально недавно я заключил партнерский договор. Даже долю фирмы продал местным и сновским партнером, очень крупная фирма. Чтобы развивать эту сеть по Прибалтике, не побоюсь сказать, может быть, в Европе, в России. И работаем над тем, чтобы этих точек было значительно больше. Сколько приносит одна Мадемуазель приблизительно? Очень по-разному. Там, где есть кухня и есть терраса, то они могут зарабатывать и 20 тысяч в месяц. Могут на следующий месяц 20 тысяч потерять. Поэтому сезональность в этом бизнесе огромная. И я честно скажу, на таком кафе сегодня тяжело заработать деньги. Потому что кофе и пирожок, сколько их надо продать. ТОП-3 ошибки, ТОП-3 истории, которые были у тебя. Потому что все знают, предприниматели больше ошибаются. И на основании этого поднимаются, поднимаются, поднимаются. При построении твоего бизнеса. Я думаю, что я и сегодня очень много ошибок совершаю. Какие бы мы каждый день? Ошибок у меня было очень много. Расскажи некоторые. Ошибки были такие вот. Это одно помещение-кафе, которое было изумительно. Фасад, окна, все шикарно. Но оно было очень большое. И я тогда думал, что как бы мне подстроить формат бизнеса под помещение, чтобы заполнить это помещение. Мне нужна кухня, мне надо столько-то столов. Так делать нельзя. Надо подстраиваться под формат бизнеса. И искать помещение под бизнес, а не наоборот. Я за это заплатил и до сих пор плачу. Потому что есть точки, которые совершенно неприбыльные. Только потому, что квадратных метров много, аренда высокая. А бизнес не тянет такое количество, чтобы там быть. Да, красиво. Да, здорово. Да, приятно. Но нет в этом бизнеса. И твоя вторая, возможно, с персоналом. Когда я был молодой, я был очень доверчивый, что люди приходят сюда на самом деле работать. И у меня никто не ворует. Но я не верю. Такие люди. Хотя мне дядя говорил, никому не верю, никому нет. Было так, что люди подводили. А на начале бизнеса, если вспомнишь какую-то третью ошибку, знаешь, когда вот все начинают бизнес, но никто не понимает до конца, как его делать. Более такая дорогая ошибка для меня была. Не рассчитать количество персонала. Потому что тебе персонал рассказывает, вот нам надо такое-то количество, чтобы сделать. Потому что они не хотят перенапрягаться. В начале я думал, окей, попробуем так. Это все очень дорого стоит. Сегодня я уже понимаю для себя и знаю точно, что вот два человека могут справиться. Да, им будет нелегко. Да, они будут ругаться. Да, они будут меня не любить. Но три человека не потянем. Киев существует в Таллине, клубы по интересам. Ты рассказал, американская палата. И почему люди найдут? Ну вот, чтобы показать и вести культуру этого. Я очень много лет являюсь членом американской палаты. Очень много контактов первых. Я получил именно от палаты американская. Друзья, следующая наша встреча с директором Американской торговой палаты. Она расскажет, что такое Американская торговая палата. Как она помогает эстонскому бизнесу в Америке, американскому бизнесу в Эстонии. Кто ее члены и что дает членство, и сколько оно стоит. Что такое Американская торговая палата? Это Network. Business Network, да? Есть американские палаты по всему миру. Она определенно несет миссию в каждой стране. Миссия – это помогать американскими компаниям, которые входят в данный регион, данную страну, то есть войти, основаться и развиваться. Что значит член торгового повышенного палата? Либо это американская компания, которая работает в Эстонии, либо это эстонская компания, которая хочет работать в Америке или уже работает. Назови несколько компаний крутых, которые состоят в вашей палате. Google, Facebook, Microsoft, Coca-Cola. Членство у вас платное, не платное? Платное, да. Конечно, конечно. Членство у нас платное, и на членские взносы, в принципе, мы и существуем. Бывают встречи, на которые приходят президенты в Эстонии? Да, да. Расскажи об этом. У нас есть такие своего рода, мы называем их signature events. У нас есть ежегодная встреча с президентом страны, ежегодная встреча с премьер-министром. Смысл этих мероприятий – пригласить лидерство всех наших компаний-членов, чтобы они могли услышать какие-то новости на уровне главы государства, но также задать свои вопросы. Эстония номер один – страна по ведению предпринимательства, простоты в мире. Это все знают. Какие топ-тые вещи, ты скажешь, что делается здесь так круто, что это просто достойно? Я бы сказала, первое – это подача налоговой декларации. Все налоги можно сделать за ровно полторы минуты, я не преувеличиваю. Это все делается онлайн. В течение трех-четырех недель приходит весь возврат по налогам. Такого, наверное, ни в мире, ни в одной стране нет. Также голосование у нас онлайн все проходит. Это второе. Это второе. Еще что-то третье? Открыть компанию. Открыть компанию. Меньше 15 минут онлайн. И не надо никуда выходить, даже из комнаты. Как связаться с американской торговой палатой в Эстонии? У нас открытый сайт – это amchim.ee. У нас есть ребята, которые делают бизнес в Америке. И, возможно, мы можем быть полезны сконнектировать их, моих предпринимателей и американские торговые палаты. Я думаю, обязательно. Друзья, мы находимся в эстонском шоу-руме. Это место, куда приезжают около 10 тысяч предпринимателей, политиков, где рассказывается, как бизнес делается в Эстонии, преимущества бизнеса в Эстонии и то, как начинать здесь бизнес людям, которые даже с других стран. Сегодня мы встретимся с спикером, который рассказывает все это, и он расскажет лично нам. Ана, добрый день. Добрый день. Здесь, в этом шоу-руме, у нас представлены различные фирмы, которые являлись разработчиками различных электронных услуг. То есть с ними можно здесь связаться. Мы представляем наши самые лучшие стартапы. Видно в нашей выставке наши эстонские когда-то стартапы на сегодняшний день, супер успешные компании. Расскажите о нескольких из них. Это очень интересно. В первую очередь, конечно, Skype, который, собственно, и запустил все это движение, это комьюнити для того, чтобы… Скайп был создан в Эстонии? Да. Самый огромный офис по разработке Skype находится все еще в Эстонии. 400 человек работает там. Skype считается одним из самых лучших работодателей. Они стали ангельными инвесторами для различных других многих стартапов и получили такую уверенность в том, что в Эстонии можно разработать глобальный продукт, несмотря на то, что это маленький рынок и маленькая страна. Как попасть, как записаться в шоурум ваш? На сайте e-estonia.com есть блок «Шоурум», там есть специальная форма, которую вы заполняете. Вообще, центр принимает около 10 тысяч человек в год. Надо заранее бронировать, поэтому, если у вас есть такое желание, то через e-estonia.com можно забронировать визит в шоурум. Первую очередь мы фокусируемся на государственном секторе, потому что они же являются на самом деле самым главным драйвером в том, чтобы дегидализация в стране произошла. Потому что без изменения законодательства использовать ИТ для этого практически невозможно. Я очень надеюсь, что вы все это скопируете, потому что очень многие вещи, которые мы делаем, они происходят электронным, настолько к этому привыкли. Мы не готовы идти туда-обратно в бюрократический век, и поэтому нам надо, чтобы и они развивались. На самом деле, в Истонии есть много совершенно уникальных решений, и наша страна намного дальше шагнула по сравнению со всем миром в плане использования эти технологии для государственных услуг. В Европе мы первые, по кибербезопасности мы первые, по предпринимательской активности мы первые, конкурентной способности системы налогообложения мы первые. Топ кейсов, которые для предпринимателя внедрены, которые есть у вас, и они кого-то вас выделяют. Для истонского бизнесмена начать компанию можно онлайн, 18 минут займет времени, полностью с компьютером, не надо вообще никуда ходить. Государственная пошлина 190 евро, капитал не надо сразу вносить. То есть, если вы хотите быстро начать проверить какой-то стартап, проще всего сделать это в Эстонии. Я не эстонец, но хочу открыть фирму, план действий. Прекрасно, мы подготовились специально для этого. Мы создали программу электронных резидентов, которые уже действуют около трех лет. И на самом деле украинские бизнесмены активно это используют. Для того, чтобы вам получить карты резидента, нужно онлайн ходатайствовать. Вы сможете в посольстве получить эту карту. Вы сможете, не приезжая в Эстонию ни одного раза, с помощью этой карты резидента, которую вы получите, открыть бизнес, руководить своим бизнесом, открыть банковский счет. Брать людей в функции не топ-менеджмента, а middle-менеджмента, чтобы они имели возможность впитать культуру компании. Только после этого этот человек может занимать уже самые важные функции в компании. Только так. Надо подстраиваться под формат бизнеса и искать помещение под бизнес, а не наоборот. Все налоги можно сделать за ровно полторы минуты. Я не преувеличиваю. Два человека могут справиться. Да, им будет нелегко. Да, они будут ругаться. Да, они будут меня не любить. Но три человека не потянет.